МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорить, слушать я надела наушники. Здесь это такие же азбучные истины, как и классическая мама-мылорама. Воспитанникам школы-интерната для детей с ограничениями по слуху учить родной язык приходится как иностранный, даже после специализированных детских садов, откуда приходит большинство ребят. Они не только адаптируются к новой обстановке, учатся произносить звуки, постигают азы дактильной речи, в которой каждой букве соответствует условная комбинация пальцев. Но самая главная задача педагогов – научить детей не только читать, писать, мыслить, но и общаться с людьми, чувствовать себя полноценными членами общества. Пожалуй, только сортопедагоги, которые работают с глухими и слабослышащими детьми, знают, как много трудностей ждет их подопечных на этом пути. Здравствуйте! Можно пойти в класс? Пожалуйста. Улыбайся, да, улыбайся. Поднимаем руки, нет. Руки вверх, развели в стороны. Одна рука, вторая. Подняли руки вверх, красиво. Улыбаемся. Сколько стереотипов и заблуждений связано с неслышащими. Например, что в школе, где занимаются дети с ограничениями по слуху, всегда царит тишина. Или что глухие не могут петь и танцевать. Опытный сортопедагог не только поставит перед собой программу максимум, научить таких детей говорить, танцевать, петь, слушать. Но и добьется того, чтобы каждый пункт этой программы был выполнен. Мы развиваем еще его физические данные, его физические возможности. И тем самым мы выпускаем ребенка в большую жизнь. Вот что самое главное, чего я и добиваю. Чтобы когда ребенок глухой пришел на дискотеку, пришел в зал, например, где-то большая елка. И когда ребенок танцует и окружающие узнают, да, он глухой, конечно, и мне приятно, и им приятно.